Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы записать еще один небольшой видеоблог. Хотел бы с вами поделиться своим мнением по поводу последнего выпуска своего же шоу Цех 9. Вызвало это шоу небольшой резонанс в комментариях. Собственно, я общался с человеком, который называет себя специалистом по допингу. И общались мы, опять же, о здоровом образе жизни, о питании и о том же допинге. И, соответственно, я так понял, что многие ребята дошкольного, школьного возраста посчитали, что это абсолютно неинтересная тема, что ничего нового они не узнают, что это никак не связано с Counter-Strike. Но я же, как бывший профессиональный игрок, интересуюсь, опять же, здоровым питанием и тем, как можно было бы себя держать в полной концентрации на протяжении определенного времени. Но, дорогие друзья, я хочу, чтобы вы знали и прекрасно понимали, что не существует никаких члениксов, никаких таблеток, никаких инъекций, которые сделают вас чемпионами. Вы не станете лучше играть, вы не будете видеть сквозь стены, не знаю, не станете обладать сверхспособностями. Вы должны научиться вначале сами хорошо играть, всё понимать. И только тогда, под, опять же, чётким руководством, не знаю, специалиста, врача, только тогда можно пробовать какие-то такие вещи. Но ни в коем случае сами в домашних условиях. Какие-то там каши, протеины. Я вообще никогда этого ничего не принимал, и команда Na'Vi тоже. Поэтому первый вывод, который вы должны сделать и хорошо усвоить. Не пробуйте сами никаких препаратов, если вам друзья посоветуют. Уколись-ка, и ты станешь супер-мега-профессионалом. Ты начнёшь играть жёстко в Counter-Strike или в Dota. Нет, конечно же, нет. Опять же, весь этот разговор меня лично интересовал только со стороны, как поддерживать хорошую концентрацию на протяжении всего турнира. То есть, что геймеры должны есть, что геймеры должны пить во время турнира. А это 12-14 часов. Вот всё. Это единственный вопрос, который меня интересовал. И да, у меня новая стрижка. Надеюсь, вам понравится. Увидимся на StarLadder. Пока-пока.